Президент Египта вернулся в свой дворец, откуда ночью поспешно сбежал, после того, как резиденцию осадила толпа митингующих. Египтяне требуют отставки Мохаммеда Мурси. Площадь Тахрир сейчас снова кипит. На ней тысячи противников действующей власти. Дмитрий Пищухин о происходящем в Египте. О ночных волнениях в Каире сегодня напоминают лишь горы мусора на площади Тахрир, дорасписанные краской стены президентского дворца. Большинство надписей обращены к новому главе государства. Самые мягкие эпитеты – диктатор и тиран. Последние сутки Египет пребывает в предреволюционном состоянии. Протестующие назвали свою акцию последним предупреждением для Мохаммеда Мурси. Несколько часов ожесточенных столкновений с полицией, более 500 раненых, как минимум трое погибших. С таким трудом добившись смены власти в стране, египтяне требовали от нового правителя, того же, что от предыдущего, считаться с народным мнением. Последнюю неделю акции протеста проходили по всему Египту. Накануне волна недовольства докатилась до столицы и приобрела угрожающие масштабы. Главе государства даже пришлось на время покинуть свою резиденцию. Сегодня мы одержали величайшую победу над президентом и его партией. Мы доказали, что египетский народ сильнее любой политической группы. С момента, как новый президент Египта Мохаммед Мурси в результате революции сменил Хосни Мубарака, не прошло и полугода. Но похоже, что кредит доверия, оказанный представителю движения «Братья-мусульмане», себя исчерпал. Политический кризис начался после того, как президент издал декрет, временно запрещающий оспаривать его решения в суде. То есть, фактически, Мохаммед Мурси попытался вновь вернуть страну к диктаторскому режиму. Мурси и «Мусульманское братство» используют те же методы, как Мубарак и Национал-демократические партии в устранении соперников. Он намерен скрывать правду. Мы столкнулись с реальным кризисом, который может привести к еще большему насилию и хаосу. И хотя сам Мурси назвал расширение своих полномочий мирой вынужденной, избежать протестных действий ему не удалось. Еще в июле новый президент заявлял о желании построить демократическую страну. Но уже через месяц в новое правительство и парламент вошли исключительно лояльные президенту военные и исламисты. Сегодня в эфире национальных телеканалов Египта им пришлось оправдываться за непопулярное решение своего лидера. Мы должны уважать волю народа. И наши опросы показывают, что люди хотят стабильности, они хотят конституцию. Но нынешняя конституция – это не конец. Люди могут голосовать за нее. Уже утром президент вернулся на свое рабочее место. Правда, из-за сложной ситуации в стране ему, скорее всего, придется отменить ряд зарубежных поездок. В частности, отложен запланированный визит в Америку. Уже через 10 дней на референдуме будет решаться судьба новой конституции страны. Но, судя по сегодняшним событиям, обсуждения будут не из легких.